МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Добрый день, Иван Борисович. Добрый день. Моторин Иван Борисович родился 10 января 1973 года в Усть-Каменогорске. В 1995 году окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности экономист. С 1998 по 1999 год ведущий специалист Министерства внешних связей Чувашской Республики. Главный специалист Министерства предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской Республики. С 2000 года консультант, заместитель руководителя дирекции по реализации федеральной целевой программы развития экономики и бюджетного потенциала Чувашской Республики. С 2002 года руководитель республиканского государственного учреждения «Дирекция программы на территории Чувашии» Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 2004 года заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 2006-го – министр экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 2010-го – заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 2011-го – председатель Кабинета министров Чувашской Республики. Иван Борисович, в начале нашей программы хочу предложить вам ответить на блиц-вопросы. Вы готовы? Готов. Коротко. Итак, хороший чиновник – это? Добросовестный чиновник. Для принятия решения вам нужно время или вы принимаете его мгновенно? Время. Что вас может растрогать? Гимн страны, звучащий в честь наших победителей. Здорово. Воспринимаете ли вы критику? Вполне. Что требуете от подчиненных? Строгое выполнение поручений, инициативы. Говорят, встречают по одежке. Кто подбирает вам гардероб? Я обычно сам занимаюсь. Активный или пассивный отдых? Ближе активный. Вы человек верующий? Да, я человек верующий. У вас есть вредные привычки? О них, наверное, лучше знают мои близкие. Самому тяжело выделить какую-либо из них. Надо и хочу. Что для вас приоритетно? Надо. Иван Борисович, вот теперь мы вас узнали чуточку получше. Итак, вот мой первый вопрос. Вот как мне кажется, все-таки правильнее подводить итоги ушедшего года в начале нового. Вот каким был 2013 год для вас и для нашей республики? 2013 был разнообразным. Есть и хорошие моменты. Есть там, где мы имеем результат, наверное, отличный от наших планов и не всегда в лучшую сторону. Но в целом год нужно зачесть для республики в позитивный. Так как есть результаты и социально-экономического развития, выполняются основные задачи, поставленные президентом России, главой республики. И в целом есть хорошие планы на 2014 год. А вот самые главные достижения 2013 года вы могли бы озвучить? Или их просто много и очень долго это называть? Республика живет все-таки не одной задачей, наверное, а целый комплекс мер по ее развитию. И каждая, наверное, по-своему важна. Но из всего, наверное, перечня можно отметить то, что мы полностью справились по выполнению указов президента России. Это касается и заработной платы бюджетникам, это касается и показателей по созданию инновационных рабочих мест в экономике. То есть все показатели в республике были выполнены. Вот, наверное, это наиболее важный момент, который можно было бы отметить. 2013 год был достаточно сложным. Экономические прогнозы постоянно корректировались. То они были позитивными, то они были негативными. Но затем все-таки удалось как-то ситуацию переломить. Вот что удалось сделать? Почему ситуация выровнялась? Прогнозы 2014 года сегодня тоже не самые лучшие. То есть может быть это вообще просто тенденция негативные прогнозы делать? Общий тренд, что кризис, по крайней мере, в Российской Федерации еще не завершен. Соответственно, стимулирование реализации своих инвестиционных товаров как для Чувашской Республики, так и для Российской Федерации пока не носит такой долгосрочный устойчивый характер. Это хорошо было видно в первой половине года в экономике республики, когда целый ряд наших предприятий от электротехнической до производства вагонов имел отрицательную тенденцию. Да, к концу года мы подтянулись, индекс сегодня 95% зафиксированный, он ниже 100%. Естественно, мы не можем отнести это себе как положительный результат. Но если посмотреть структуру, то в основном практически по половине видов промышленности мы выполнили планы, то есть мы в положительной зоне. Там, где есть небольшое снижение, мы видим тот резерв, за счет которого в последующие годы можно ликвидировать это отставание. Это касается и химической отрасли, это и те же вагоны, потому что сегодня уже по январю промо-трактор вагон выпускает свыше 300 вагонов. В прошлом году фактически в этот период ничего не было. Это хороший прорыв. То есть, в принципе, мы связываем нормальные планы с 2014 годом. 2013, естественно, оценка где-то удовлетворительная. Иван Борисович, вот сейчас очень часто можно услышать, вот подождите, закончится Олимпиада, и кризис придет. Вот вы как к такому прогнозу относитесь? Мы положительно настроены на это знаменательное мероприятие. Часть жителей республики примут участие, как зрители в Олимпиаде. Также подготовлена выставочная экспозиция от республики. То, что нужно было произвести для Сочи, я думаю, предприятия Чувашской республики, не буду говорить, за всю Россию уже произвели. То есть, соответственно, какой-то стимул для развития экономики сегодня Сочи может оказать в плане туристических каких-то потоков. Может быть, продукты, питание, еще какие-то вот такие вещи. А инвестиционные, если там подстанцию устроили, наши предприятия, наверное, они ее уже ввели, так как все объекты в Сочи сегодня введены и работают. Здесь не надо на этом зацикливаться. Первое, все знают, что в 2018 году чемпионат мира по футболу будет. Он, кстати, затрагивает большее количество городов, не только Сочи. И, соответственно, по инвестиционному потенциалу, наверное, мероприятие не уступает зимней Олимпиаде. Также мы знаем, что Россия планирует провести международную выставку в Екатеринбурге. Сегодня Красноярск победил зимнюю универсиаду. Событийность в России сегодня не ограничена одной Олимпиадой. Соответственно, есть моменты, которые дадут потенциальный толчок для экономики, в том числе и нашего региона. Я думаю, что не надо связывать только с каким-то одним событием. Ну, раз уж мы заговорили о спорте, не могу не спросить. Вы болельщик? Я, наверное, как любой мужчина положительно отношусь к спорту и с удовольствием смотрю спортивные передачи. А вы как смотрите? Тихо или шумно? Ну, смотря какой вид спорта. Наверное, эмоционально. Эмоционально все-таки. Иван Борисович, проблема недобросовестных подрядчиков не раз поднималась на различных собраниях, на различных планерках. Особенно вот эта проблема остро стоит в строительной отрасли. Вот как решается на сегодняшний день эта проблема и как вы поступаете с недобросовестными подрядчиками? Установка была дана главой республики. Потом мы данный вопрос уже в рабочих совещаниях в правительстве рассматривали. Первый этап – это жесткий отбор в рамках действующего законодательства. Необходимо предусмотреть ответственность сторон при заключении контракта, чтобы не было такого, что заказчик за все отвечает, а подрядная организация ни за что не отвечает. То есть все эти нормы должны быть предусмотрены до подписания, соответственно, контракта. И уже в дальнейшем, если идет неисполнение, то где-то в судебном, где-то в досудебном порядке все эти вещи необходимо соблюдать и требовать с подрядной организации. Сегодня заказчики эту работу проводят претензиозно. То есть и досудебно, и где с кем-то не находят общий контакт, то в судебном порядке. Другого какого-то варианта нет. В принципе, я считаю, что сейчас мы данное направление отладили. И уже более понятно и для подрядных организаций их ответственность, ну и заказчикам, что делать заказчикам. Очень много сегодня говорят о том, что в республику не идут инвестиции. Так ли это на самом деле? Если они не идут, то почему, с вашей точки зрения? Я бы не сказал, что инвестиции в республику не идут. Мы достигли объема инвестиций. В 2012 году у нас было порядка 64-65 миллиардов. 2013 год закроем по объему где-то на этом же уровне. Я считаю, что 65 миллиардов для республики – это очень приличные инвестиции. Естественно, не нужно останавливаться на достигнутом. Необходимо развиваться. Если посмотреть темпы роста инвестиций в экономику за последние пять лет, мы росли по этому показателю выше среднероссийских статистических данных. Поэтому регион привлекательный. Желающие есть складывать. Есть проекты, которые финансируются не только за счет предприятий, которые выросли в Чувашской республике. Но и есть вложения пришлых инвесторов. Наша задача – создавать климат, активнее позиционировать республику. Ну и должна быть защита инвестиций и оказание различных форм государственной поддержки. Я думаю, что после этого комплекса мерсия мы будем это соблюдать. Поток инвестиций будет более устойчивым. В 2014 году вступил в силу федеральный закон о контрактной системе. Как он отразится на работе наших предприятий? В первую очередь, наверное, отразится на госзаказчиках, потому что им в рамках нового закона нужно работать. Второе – отразится на участниках госзаказа. Если наши предприятия принимали участие в госзаказе, то, несомненно, конечно, он их затронет. Ну и предприятия с госучастием тоже, они уже до этого были вовлечены в эту систему конкурсных размещений. Ну и новая контрактная система тоже это предусматривает. В первую очередь, какие угрозы? Любой новый закон требует обкатки. То есть взять 94 ФЗ, почти 10 лет он обкатывался судебно, фасно. И сегодня, если спросить экспертов, они, наверное, бы даже проголосовали за 94 ФЗ, потому что, по крайней мере, система работает. Есть угроза, что 44-й закон, первый год, тоже будет очень тяжело входить. Сейчас идет работа по принятию нормативно-правовой базы, это как федеральная, подзаконодательная, так и региональная. Первые результаты, наверное, можно будет обсуждать по прошествии полугода. Недавно прочитала интересную информацию в интернете о том, что сейчас будет рассматриваться закон о чиновниках, о том, что должна быть ротация у чиновников, о том, что чиновники не должны занимать пост более пяти лет, о том, что должна быть преемственность. Вот как вы относитесь к преемственности, к сроку пять лет? Вот мне кажется, что за пять лет человек только-только вошел, все изучил, все знает, и он дальше может приносить пользу. Что пять лет – это очень мало, на самом деле, для хорошего чиновника. Ситуация какая? Наверное, к закону о ротации и возможной ротации чиновников я отношусь нормально, положительно. Но я бы не хотел делать из этого вот как закон. Вот я отсидел пять лет, ко мне приходят, говорят, вот ты перейди вот сюда. Мы тогда вот, честно говоря, по моему мнению, легкий дурдом будет. То есть это должны быть списки, кто сегодня уходит с этой должности. Завтра он на другую должность перейти. Я думаю, что просто часть времени у чиновников, как совершенно верно вы говорите об этом, будет уходить на вхождение в курс дела, перетурбации, один дела сдает, другой еще не принял у него. Все это отразится на качестве оказания услуг. У нас сегодня и так достаточно надзорных органов, достаточно механизмов там наказать чиновника за неисполнение своей работы. То есть не надо делать из этого вот именно обязательно. Но ротировать нужно, потому что, в принципе, где-то руководитель считает, что человек себя проявил, надо его на усиление бросить на другой фронт работы. А может быть, сам исполнитель не хочет этого. А когда закон дает эту возможность, то, в принципе, можно перенаправить, дать возможность как бы развиваться. Ну, надо и так, и так применять это все. А вот как вы считаете, каждый ли может стать чиновником? Или все-таки это определенный склад характера должен быть у человека? Здесь, я так скажу, чиновником, наверное, со временем может стать каждый. То есть, условно говоря, каждый, наверное, может, если у него есть способность стать там учителем или доктором, но нужно для этого учиться, нужно для этого потом работать на практике. Так и чиновникам. Нужно сначала учиться, нужно работать, дополнительно заниматься. И со временем человек станет чиновником. Он не может стать в один день. Поэтому очень тяжело бывает с людьми, кто не работал в этой сфере. Он приходит, вроде вот человек из бизнеса, он все сможет. Нет, и он приходит, и он, наверное, там первый год учится, вникает. Потому что есть своя специфика, она имеется в любой работе. Вот, Иван Борисович, вы председатель кабинета министров. Вам подчиняются все министерства. Вот вам, как руководителю, легко ли со всеми находить общий язык, со всеми министерствами? Или все-таки применяете такие командные методы работы? Ну, работа, она многогранная. Не всегда можно на командных нотах вести продуктивную работу. Потому что и каждый министр, и коллектив, стоящий за министром, это специалисты, они разбираются в своей отрасли. Соответственно, и много здравого могут внести, в том числе поправив где-то видение руководителя. Будь это председатель кабинета министров, или заместитель председателя, который курирует тоже блочные несколько министерств. Это как бы общий диалог, в первую очередь, единомышленников и, соответственно, коллег. Но есть общие задачи, которые ставятся президентом России, главой республики, председателем кабинета министров. Есть законы, которые необходимо исполнять. Там, естественно, каких-то дебатов не должно быть. Если есть закон, необходимо найти источник финансирования его. Нужно не сидеть и рассуждать, что у нас денег нет или возможностей нет. Естественно, нужно это решать. И здесь никаких, как говорится, дискуссий не будет. Здесь, естественно, дано поручение, оно должно быть выполнено. Почти сто лет назад Маяковский назвал всех чиновников бюрократами. Вот как вы считаете, сегодняшние чиновники бюрократы? Или это уже явление изжило себя? Бюрократия? Ну, я думаю, бюрократия себя никогда не изживет. Мешает работать она? Ну, я не люблю бюрократию. Это вот когда есть ответ чиновника по форме, он правильный, да? Вот все там ссылка. А по содержанию? А по содержанию вопрос не то, что не решается. Из содержания видно, что человек не хочет себе голову сбивать даже этим вопросом. Вот сейчас я приведу просто пример, чтобы было понятно, да? Был в Эбрисах, многодетная семья, пять детей, они получили квартиру, да? Сегодня они не проживают в этой квартире, в доме, да? Администрация купила этот дом. Сегодня обращается ко мне, да, в ходе вот визита, говорит, ну, надо что-то сделать, да? Естественно, я даю поручение министерству, они пишут, что, да, аукцион был проведен с нарушениями, вот, они выявлены министерством экономики, но, так как прошел год, к административной наказанию никого привлечь невозможно. Ну, вот один блок вопросов. Второй блок вопросов, семья ведет о социальной жизни, да, вот, они сами теперь не живут в этом доме, он поэтому не отапливается, приходит в негодность, ну, ничего сделать не можно. Вот ответ. Естественно, он меня не устраивает. Вопрос стоит, пятеро детей-то где живут? То есть они живут... Они-то в чем виноваты, да? Ну, соответственно, или должно быть предложение, что органы опеки должны принять решение, да, или, соответственно, администрация все-таки, если семью еще можно вернуть вот из этого социального, да, там, образа жизни, они должны сделать. А сегодня по форме ответ есть, чем занимаются дети, дети, как живет семья, никого не интересует. Вот это я называю бюрократия. Вот есть мнение, что должность председателя правительства в регионах необходимо упразднить. Мотивирует это тем, что обязанности главы региона и премьера очень похожи. Вот как распределяются полномочия между вами? Что касается нашей республики, все полномочия, они прописаны законодательно. Есть закон о кабинете министров. Есть конституция, есть там о главе, там, все, в общем-то, расписано, да. Пересечения, наверное, есть, в принципе, так как глава республики возглавляет исполнительную власть, и вроде кабинет министров тоже является органом исполнительной власти. Но, так скажем, сегодня председатель комитета министров – это хозяйственный вопрос, это детализация каких-то мероприятий, там, совещаний таких рабочих, да, там, подготовки более таких глобальному обсуждению вопросов. Глава республики – это все-таки политическая должность, сегодня, ну и всегда она была. И, соответственно, стратегическая нарезка задач кабинету министров. С учетом того, что глава республики у нас проводит и кабинет министров, и основные мероприятия, то есть, ну, здесь, да, наверное, есть какое-то пересечение, я думаю, что оно не смертельно, но если будет принято такое решение, я думаю, что мы его исполним. Понятно. Ну, то есть, получается, по сути дела, председатель кабинета министров – это, ну, можно назвать сити-менеджер. Ну, если, по примеру, город Чебокса, наверное, да. Понятно. Иван Борисович, вот в конце 2013 года полномочия в сфере туризма перешли от Минспорта к Минкультуре. Это было сделано для приведения структуры органов власти региона в соответствии с федеральными. Вот в республике у нас планируется реализовать такой очень большой проект «Этническая Чувашия». И вот сейчас очень часто можно услышать о том, что этот проект у нас не будет реализован, потому что пока Минкульт примет все документы у Минспорта, пройдет очень много времени. В двух словах. Ну, во-первых, нет такого нормативного акта, где регион должен привести структуру органов исполнительной власти в соответствии с какими-то федеральными движениями перетурбациями на федеральном уровне. Все намного проще, да? Это первое, да? То есть это не говорит о том, что вот убрали туризм под Минкультурой на федеральном уровне. Мы автоматически должны были это сделать. Нет. Были договоренности непосредственно федерального министра спорта и главы республики, где министр высказал пожелание о том, что все-таки раз вот произошли такие изменения, желательно как бы вот, чтобы спортсмены не отвлекались от своих задач, в общем-то, а туризмом сегодня занималось бы министерством, ну, как на федеральном министерстве культуры. Этот разговор был более, наверное, года назад. То есть это говорит о том, что мы к этому решению подошли взвешенно и подошли когда? Когда прошли все координационные советы, были включены в федеральную целевую программу. То есть понимая, ради чего мы будем делать какие-то перестановки, да? Вся эта работа была завершена, и я благодарен, в первую очередь, министерству спорта, кто отработал вот все эти моменты, хотя в штатной численности министерства туризмом занимался один человек. Один человек, да? Это, конечно, неправильно. Вот. Вся эта работа была проведена. За три месяца до передачи было обговорено с министерством культуры о том, что функционал перейдет. Глава лично дал установку, в каком виде, что нужно делать. То есть Минкультура уже занималась туризмом. Как он этот подарок принял министерству культуры? С радостью? Обговорили все моменты. Ну, допустим, если в Минспорте занимался один человек, да? То сегодня четыре человека занимались. Да, немного, но это есть подразделение, которое непосредственно будет заниматься. Минспорта, я еще раз подчеркну, выполнила все обязательства и сделала все для того, чтобы проект работал. Мы провели все аукционы. То есть сегодня на руках есть госконтракты на работы как 2013-го, так и 2014-го года. У вас есть любимые места в Чувашии, где вы любите отдыхать всей семьей? В Заволжье я, наверное, тоже не оригинален буду. Часто бываю в Заволжье. Это и Сосновка, наверное, и санаторий Чувашия. А с грибами любите ходить? В этом году был два раза за грибами. Опять же, один раз за Волжье, один раз на островах. Тоже, в общем-то, красивые места. Иван Борисович, недавно стало известно, что отложено строительство ВСМ-2, одного из проектов, на который рассчитывала Чуваша. Могут ли регионы, заинтересованные в строительстве, вести какой-то диалог на эту тему? Мы здесь помощники региона. И все регионы, кто участвует в проекте, они помогают. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Это и касалось вопроса резервирования полезным ископаемым песок, глина, который понадобится. Сделать оценку прохождения трассы по территории, кому принадлежат земли, как и так далее. Все это сделано с нашей стороны. Требовалось согласие, естественно, согласие регион дал. Сегодня вопрос основной – это технико-экономическое обоснование проекта. Оно до конца все-таки не сделано. Предварительные расчеты были даны, но у финансовых органов, у экспертов там возникли вопросы. И они были высказаны на совещании в Москве по данному вопросу. И второе, наиболее, наверное, основное – это стоимость железной дороги всего проекта. Суммы там разные – от триллиона и выше. Естественно, это очень приличные средства, которые сегодня в первую очередь, наверное, хотят просчитать экономическую отдачу. Покупаемо ли это, пусть за 50 лет, за 100, за 25, чтобы какая-то модель хотя бы была проекта. Я думаю, когда все это сведут, естественно, решение будет принято. Учитывая, что лоббисты в хорошем понимании этого слова у проекта, фактически, они все в Москве в первую очередь. А мы здесь, я еще раз подчеркиваю, помощники. И хотелось бы вас в завершении нашего уже разговора спросить, а о чем вы мечтаете в 2014 году, и что бы пожелали себе и кабинету министров Чувашской республики? Во-первых, у любого правительства есть планы, прогноз долгосрочного развития, есть бюджет, в конце концов. Есть задачи, которые поставлены президентом России, главой республики. Естественно, все это хотелось бы выполнить достойно, чтобы не было разборов полета по концу года, и не было бы стыдно за те обязательства, которые мы взяли и не выполнили. Это касается и промышленной политики, и сельского хозяйства, и социального блока. Поэтому каждому министру я пожелал бы на своем участке работы выполнить все на пятерку, и тогда общий результат будет положительный. Ну а жителям республики я все-таки пожелал бы в 2014 году такого стабильного, слово стабильность мне тоже нравится. Мне тоже очень нравится. Некоторая вот стабильность, это первый признак застоя, а я еще раз говорю, что стабильности финансовой, семейной, соответственно, от этого будет и зависит тоже развитие Чуваш. Вот такие, наверное, пожелания. Пожелания. Иван Барич, спасибо вам большое за этот разговор. Я очень рассчитываю, что в 2014 году мы будем с вами встречаться гораздо чаще, чем в 2013 году. Тем более, что впереди у вас много поездок. Вы не успеете нам надоесть. Нет, вы нам никогда не надоедете. У вас много поездок интересного района, и мы надеемся, что вы нас будете приглашать, и мы будем освещать жизнь наших районов. Спасибо. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях был председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Борисович Моторин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!